Я хотел бы обратиться к жителям города Николаева о том, что действительно город можно любить свой. Мне очень понравился вопрос, что вы не любите свой город. Я могу сказать о том, что горожане, которые сидя на новых скамейках ногами, которые мы сейчас устанавливаем везде по городу, которые мнут, вырывают урны, которые мы ставим. Я просто считаю, что возле каждой скамейки должна находиться урна. То есть человек посидел, там скушал мороженое, должен выкинуть в урну и недалеко не нести с собой. Мы устанавливаем урну. Сегодня я приехал по Чегрина, по улице Пограничной. Проезжая сегодня, я увидел, что три урны уже сломаны. Их установили на прошлой неделе. Новые урны, уже три было вырвано с корнями и так далее. Можно ли сказать, что жители, вот такие люди, любят свой город? Наверное, нет. Можно ли сказать, что люди, которые видят, что это делают, или которые знают, кто это может сделать, не сообщают об этом в полицию, не говорят, а просто проходит мимо. Можно ли говорить о том, что люди любят свой город, который выбрасывают, не доходя до мусорного бака, оставляя там мешок с мусором? Ну и так далее. На сегодняшний день я считаю, что кроме того, что мы можем максимум вложить свои силы в ЖКХ, мы также должны вкладывать в культуру. И очень часто людей просто обманывают. Посмотрите, кто там пишет, кто там умничает. Те люди, которые десятки лет находились при власти, которые находились или там недавно еще были при власти, которые начинают получать, вот там надо делать так, надо делать так. Почему вы до сих пор этого не сделали? Почему вы не показали пример? Почему вы не гордитесь своими достижениями и рассказываете про то, как надо делать? Берите и делайте. Становитесь. Вон, открыты проводятся конкурсы на все позиции, на всех начальников управления департаментов. Участвуйте и показывайте, как нужно делать. Поэтому еще раз прошу у всех жителей Николаева. Старайтесь анализировать информацию, которую вам подают. Если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно. Если кто-то печатает ту или иную информацию, значит кто-то заплатил за это деньги или кто-то, ну скажем так, чего-то добивается. Старайтесь анализировать, не воспринимайте все так просто, что Сенкевич все решает в этом городе. Так построена система власти, что противовесы есть. То есть не может городской голова управлять и решать всеми вопросами. Зачем тогда нужен депутатский корпус? То есть вот именно старайтесь получать информацию. Именно то, что многие не хотят анализировать информацию, именно этим пользуются плохие люди, которые желают ей манипулировать и заставлять воздумать на черное-белое, на белое черное.